Каждый из трех новых спектаклей театра имени Горького по-своему примечателен. Безусловно, премьера это всегда событие, а на этот раз у каждой своя предыстория, которая заслуживает внимания публике. Спектакль прошлым летом в Чулимске зрители увидят первым в обновленном репертуаре. Спектакль к юбилею известного драматурга Александра Вампилова поставил режиссер и художественный руководитель театра «Кукол» Виктор Бусаренко. С труппой театра Горького он работает не в первый раз, но впервые за много лет. Последний раз я здесь несколько лет работал в начале 90-х годов, три года, и ставил здесь драматические спектакли. Не переставал их ставить все время, когда я работал уже в театре «Кукол», ну правда в других театрах. Кстати, и у себя тоже ставил драматические спектакли, поэтому тут нет ничего необыкновенного. А любимую пьесу Виктор Бусаренко уже ставил во Владивостоке ровно 40 лет назад, в 1977 году на сцене театра юного зрителя. Но ничего общего с нынешней постановкой у предыдущей нет. Тогда это был совершенно другой спектакль по недавно написанной Вампиловым пьесе. Но, конечно, проблемы, поднятые в ней драматургам актуальны и в наши дни. Это вечные, это кардинальные конфликты человеческой жизни и жизни русского человека, прежде всего. И вот тот конфликт, который есть в прошлом летом в Чулимске, он тоже никуда не делся, он остался и он еще заострился к тому же. Поэтому мы рискнули сделать небольшой переброс во времени и перенесли время действия в нулевые годы. Ну, лет 10 тому назад, скажем, потому что все-таки в прошлом летом в Чулимске, но не в прошлом веке в Чулимске. И пока на большой сцене продолжаются финальные перед премьерой прогоны пьесы Вампилова, то на малой кипит работа над спектаклем «Смех лангусты» по пьесе Джона Марла. Историю о последнем годе жизни великой актрисы Сары Бернар рассказывают артисты Ирина Кулешова и Евгений Вегель. Режиссером ожидаемой постановки стал заслуженный артист России Николай Тимошенко. Такой материал он ставит впервые. Работа на малой сцене имеет свои законы и сложности, но отзывы о репетиционном процессе камерного и наполненного эмоциями спектакля у артистов исключительно положительные. Я же актер, мы втроем репетировали. У нас не было такой позиции «Я режиссер, а вы актеры. Делайте то, что я вам скажу». Нет, у нас было как бы предельно все близко, откровенно и взаимопроникающе. А сразу после спектакля «Смех лангусты» зрителям представят постановку Валерия Саркисова с длинным и интригующим названием «Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс». Действие романтической комедии разворачивается на одном из курортов Крыма времен СССР. Известный режиссер Валерий Саркисов спектакль в Театре имени Горького в последний раз ставил довольно давно. Особенно восхищен работой молодых артистов, как и пьесой, над которой сегодня работает. Не преувеличу, что я восхитился, во-первых, юмором, необычным, замечательным, тонким, интеллигентным. И самое главное, что мне в этой пьесе понравилось, она очень нежная и лиричная, несмотря на такое вызывающее название. В этом году Театр имени Горького отмечает свое 85-летие и приглашает зрителей на мероприятия в честь дня рождения. Их ожидается немало. А еще впереди гастроли в Москву и по Приморскому краю. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.